всем привет меня зовут мистер ченнинг и у меня есть мотоцикл мечтаю harley davidson роткин classic 97 года это кстати важно сегодняшнем контексте сегодня я решил посмотреть что же у меня с отцеплением поскольку в прошлой серии мы с вами снимали стартер да все равно разобрана первичка надо посмотреть каком состоянии находятся диски сцепления потому что пробег мотоцикла уже на сегодняшний день больше 170 тысяч километров и почитал отзывы вообще в интернете ну на иностранных форумах народ пишет о том что сцепление может выхаживать от двадцати тысяч миль до шестидесяти тысяч миль ну в зависимости естественно от эксплуатации от нагрузок от режима езды многих других факторов от чистоты смес смены смазки но у меня уже получается все лимиты превыше напомню что вроде как пробуксовок сцепления не наблюдается потому что по моему мнению это наверное такой первый признак кончины сцепления скорой это когда у тебя сцепление начинает буксовать то есть ты даешь газу у тебя мотоцикл как на вариаторе то есть мотор орет а мотоцикл разгоняется но очень медленно также кстати где-то еще в интернете встречал такую информацию что признаками изношенного сцепления может быть то что плохо ищется нейтраль ну нейтраль у меня ищется более менее поэтому поэтому не знаю но суть в том что надо отвернуть там всего 6 болтов никаких съемников не надо и весь пакет диска сцепления будет у тебя давайте посмотрим вообще как как что он выглядит это сцепление и заодно расскажу про отличие 98 модельного года от 97 года модельного по именно по сцеплению потому что там разница есть вот смотрите вот это сцепление 90 97 год я кстати чуть не обращал внимание я думал у меня вот такое сцепление но нет отличие этого сцепления в том что здесь есть промежуточный диск вот под номером 11 который говорят склонен к тому что он разваливается и самое такое серьезное то что для разборки этого сцепления вам необходим вот такой съемник я так понимаю чтобы сжать вот эту пружину поэтому мне можно сказать повезло потому что у меня сцепление такое более простого типа сейчас листаем это кстати мануал клеймер полезно полезно иметь и полезно иметь несколько мануалов и вот смотрите говорят что вот это сцепление это вот мне ребята с нашего замечательного telegram чата подсказали вот это сцепление оно похоже уже на твинкамовское то есть оно чуть ли не является твинкамовском и на самом деле когда диски посмотрел до диски подходят на модели чуть ли там не с 98 по 2017 год представляете какая унификация надо отвернуть эти вот винтики и весь пакет фрикционов у нас окажется в руках и в принципе будет понятно единственное что я пока не нашел нормальной информации как замерить толщину вот эти вот винтики отворачиваем и сцепление у нас будет в руках кстати головки из родовского из набора ротвальт я сюда головку не смог подобрать потому что получается у нас давайте возьмем ключи ключ на 7 шестнадцатых большой ключ на 3 восьмых который идет в наборе он маленький я давай искать у меня тут в закромах есть еще дюймовые головки которые не ходовые которые вообще с левых наборов и в итоге более-менее сюда головка подходит на 13 13 30 вторых что за размер такой еще первый раз встреча который более-менее сюда подходит то есть он так плотненько встает тут кстати болты эти заворачиваются небольшим усилием выкрутим коробочка есть посмотрим что у нас тут и как кстати по поводу по поводу болтов думал но сейчас пойду обманным путем значит на 10 наш отечественный ключ с большой она получается на 9 маленький ничего нас не стрельнет но не должно я в интернете смотрел то вроде так собирают и разбирают постелим тряпочку потому что мало ли сейчас чего-нибудь начнет падать на грязный пол да все свободно блин вот harley короче даже регулировочный этот не надо выкручивать те просто откручиваешь вот эту шайбу на 6 болтах и меняешь сцепление так все понеслась это пружинка которая выжимает сцепление желательно ничего не путаем естественно но тут я думаю что перепутать и собрать что-то как-то не так думаю что невозможно вот они как вот и собственно небо знаете об все вот и все вот сцепление у нас сейчас мы на препарат орскому пройдем и посмотрим из чего же она состоит кстати есть вот теория будет видно нет вот здесь на корзине от дисков со временем остается выработка и есть теория что диски при сильной выработки начинают цепляться за уступы на об которой они грубо говоря бились и начала начинают там за этот застревать и сцепление работает некорректно но я вот здесь утрога нету каких-то там супер какие-то ощутимых задирчики есть но они ну настолько минимальные можно конечно пошкурить но я я не знаю стоит ли это делать но надо для начала сцепление изучите там уже будет видно вот вот у нас сцепление диски я пометил меточку поставил надеюсь она не сотрется все сюда вместе с пружиной вместе с тоже не пластины все сюда принес это у нас регулировочный винт ну и что же мы видим как бы я вижу что диски ну еще живые еще вот тут вот есть на них материал то есть прям стертого какого-то супер криминала не вижу но нужно узнать надо просто посмотреть какой толщины должны быть диски эту информацию мануалах надо глянуть и уже будет видно то есть идет как короче цепление как на яжаке металлические кстати диски тоже вроде как живые да тут следы есть на них но не критичные опять же найти какая должна быть толщина дисков и вообще как как этот как мерить вот значит скобочках написано в миллиметрах первое число это у нас дюйм методика у нас тут принципе простая сейчас вот измеряем штангенциркулем видите как толщина и вот эти диски на изогнутость и я через переводчик посмотрел диски должны быть ровные без царапин без посинения давайте посмотрим я в принципе уже померил мне уже принципе понятно в каком состоянии диски но сейчас я вам расскажу одну интересную такую мысль потому что ну немножко немножко у меня есть совсем чуть-чуть слегка сомнения методика замера там говорится о том что нужно диск проверить в нескольких местах то есть и лимит у нас должен быть лимит 362 миллиметра я отмерю диски вот этот 39 в любом месте измерения он 39 вот эти диски они еще раз повторю что они в нормальном состоянии в рабочем они не выгнутые они не поведенные они не посинелые мистер ченнинг ездит как пенсионер меряем следующий диск здесь у нас показывает тоже 339 лимит 362 и так переменяем все остальные но все остальные они где-то так и есть 39 385 по моему да это минимально по моему нас 385 при лимите 362 диски эти еще теоретически то они годны они у нас куда-то куда-то еще могут нас привести получается у нас тут 33 385 вот он этот диск но по накладкам видно что накладки живые они как бы присутствует каких-то тут супер мега гипер следов износа нету вот сам диск он алюминиевый и к нему вот эти вот накладки они приварены поковырялся там еще в недрах еще вот такой тоненький диск выскочил это получается 9 диск здесь 8 дисков а это 9 вот он тонкий он отличается значит все диски я достал но вот там вот если присмотреться вот не знаю будет вам видно нет если присмотреться там вот есть такой вот тоненький вот видите темная такая полоса вот это еще один диск но я учета достать не могу он там шевелится но не достается все уже его и так и сяк но шевелится то есть видно что это какой-то отдельный диск или какая-то шайба тонкая еще надо со схемой сравнить если посмотреть на схему посмотреть на схему да вот у нас идут диски и в конце вот этот вот тоненький диск сцепление у меня вот тут лежит вот вот этот вот тоненький диск и получается внутри него работает вот это вот кольцо вот она именно вот так вот стоит оно такое эти форма у него немножко к полу сфера или как как это назвать ну короче вогнутая вот и также вот если смотреть последний пакет на стальной диск фрикционный вот это вот кольцо вот здесь вот диски полоса полоса от как раз таки вот от этого кольца все так вот она все работает и вот как раз таки 11 диск 11 диск вот он там внутри на хабе я его вот этой штуке я его вот ковыряю не могу достать ну как бы я не знаю есть ли смысл вообще доставать его что-то там с ним делать и так наверное можно резюмировать по поводу сцепления сейчас я вам скажу свои мысли как как вообще мне все видится потому что для вас это видео но она заняла грубо говоря там несколько десятков минут до для ними для меня она заняла несколько дней снимал собрать собрал информацию где-то что-то выискивал высматривал думал размышлял как же мне быть потому что самая большая проблема в том что данных о толщине новых дисков сцепления в интернете нигде нету вот нету для big twin а почему то вот этих данных нигде нет есть только минимальная толщина до 362 миллиметра одного диска сцепления фрикционного если толщина меньше то значит диск подлежит замене информация в интернете значит присутствуют разные но в основном на сцепление жалоб нету на стоково и народ пишет при должном уходе свое время не замене масла без всяких там насильственных действий со стороны пилота над трансмиссией да и в том числе над сцеплением получается сцепление служит чуть ли не столько же сколько и мотоцикл но значит мне удалось обратиться к александру александра по моему александр его зовут александр гусев по моей просьбе спасибо ему большое он замерил толщину новых дисков сцепления оригинал и барнет и самое интересное что когда меряешь штангенциркулем толщина дисков барнет и толщина дисков оригинал новых равна толщине примерно именно штангенциркулем когда меряешь толщине моих дисков то есть 3.8 3.9 миллиметра я еще удивился думаю ну нифига такой пробег да больше 160 тысяч километров больше 170 уже тысяч километров больше ста тысяч миль получается а со сцеплением как бы ну износа нет так разве бывает но александр молодец и он взял и померил все это дело микрометром и вот по данным микрометра данные о толщине новых дисков сцепления сцепления уже немножко другие то есть толщина нового диска сцепления оригинал по моему четыре целых восемнадцать сотых миллиметра а толщина диска сцепления барнет 4,25 миллиметра штангенциркуль но у него есть погрешность погрешность такая которую легко выявляет микрометр и у меня просто вот нет микрометра я думаю что если мои диски померить думаю что толщина моих дисков тоже будет где-то наверное плюс минус в том районе поэтому я все-таки склоняюсь к мысли что со сцеплениями ничего делать не буду а диски менять не буду покупать их не буду ну смысл если она не буксует ничего так скажем инспекция отвернул 6 винтов посмотрел поинспектировал и ну наверное на этом все значит хаб сцепления со ступеньками тоже почитаю посмотрю в интернете что там народ пишет но я говорю это на таку больше больше эффект плацебо да она носит что если у тебя там что-то плохо работает и такое сделал и тебе кажется что она будет лучше но она как бы у меня работает проблем с этим нет ну есть там чуть-чуть ступеньки но как бы я не вижу в них ничего критичного повторюсь опять же потому что сцепление нормально работала так что такое вот видео получилось занимательное залипательное ну для меня залипательное вы я знаю что вы все те кто постоянно смотрит меня поддерживаете вот эту техническую тему но я стараюсь как-то в этом направлении двигаться что-то смотреть изучать какую-то информацию и как-то ее объединять и собирать все это дело в ролике видите пакет на месте раз пакет на месте значит все нормально так что выводы такие я постараюсь видео все это дело сделать в цифрах ну чтобы была подпись и данные чтобы эти были сохранены и я думаю что это видео будет для кого-то полезным напомню что у нас есть замечательный прекрасный telegram чат ссылка на который находится в описании к этому видео там мы общаемся на харлеевский около харлеевский мотоциклетные около мотоциклетные темы обсуждаем делимся информации ищем информацию опять же техническая там такая знаете лайтовая поддержка присутствует я там стараюсь присутствует что-то советовать подсказывать опять же если ну я владею информацией и ну у нас там замечательная атмосфера и замечательные люди за что им кстати огромное спасибо в очередной раз за то что за их адекватности нормальную такую здоровую атмосферу в чате и также напомню что каждое воскресенье у нас проходят стримы стримы на различные темы фоновые может быть есть тема айфоновая может ее нету этой фоновой темы но стримы практически игры каждое воскресенье их заранее анонсирую опять же в telegram чате или не или а и в сообществе на ю тубе и вот там вот заранее все анонсирую если стрим не анонсируем то скорее всего что его не будет так что кому интересно тоже заглядывайте там общаемся скажем так онлайн в прямом эфире будете смотреть на мою надоевшую рожу вот и на фоновую скажем так видео дорожку по которой harley дэвидсон куда-то едет ну и надеюсь вам было интересно полезно посмотреть данное видео кто-то подчеркнет какую-то полезную информацию обязательно пишите комментарии что вы думаете по этому поводу потому что сцепление но это дело серьезное сцепление эта штука которая соединяет мотор и трансмиссию ну как бы все просто и позволяет плавно управлять объединением и разъединением этих скажем так агрегатов ну ничего там сложного нет все понятно вот пишите комментарии может быть еще какие-то мысли подкинете и благодаря вашим мыслям я еще в какой-нибудь в какое направление в этом плане в плане сцепления заглянул но сегодня с вами был мистер ченнинг всем большое спасибо за комментарии за поддержку за вашу активность за вашу прекрасную обратную связь для за ваши идеи для новых видео всем вам большое спасибо будьте здоровы всем пока